Ой, бедная ты, бедная. Чё у ней было-то, врачи сказали хоть? Инфаркт Микарда. Вот такой рубец. Этот фильм давно растащили на афоризмы, но мало кто знает, впервые услышать эти слова мог именно амурский зритель. В конце 70-х в течение сезона в нашем драмтеатре работал автор пьесы Владимир Гуркин. У нас работал Гуркин, Владимир Павлович Гуркин. И он будто бы там почеркушки какие-то делал, фрагменты этой пьесы, как раз писал где-то вот у нас. И почеркушки свои показывал руководству. Сказали тогда, да ну ерунда какая-то, опять деревенская тема, опять это какие-то придурочные деревенские старики, вот, кому это типа интересно. Исправить оплошность старого руководства решили только в этом году. За постановку спектакля взялся кировский режиссер Игорь Житинев. В его родном театре «Любовь и Голуби» ставят уже 8 лет. И каждый раз спектакль проходит при полном аншлаге. Всегда, когда театр берет какой-то текст, для тех людей, которые ставят, очень важно, чтобы была перекличка с сегодняшним днем. Мы не можем выморать мотивы, которые для этой истории задействованы автором. Но они такие же и сегодня. Поэтому я считаю, что мы ставили про сегодняшний день. Для артиста Юрия Егорова на сцене Василия Кузякина премьера важна вдвойне. 4 марта состоится его «Бенефис». В роль простого деревенского мужика он буквально вцепился. Уж слишком она отличается от привычного амплуа актера. Да, я больше, наверное, склонен к характерным ролям, остро характерным. Но таких ролей я играл много. Поэтому захотелось чего-то такого необычного и для себя поэкспериментировать в плане профессии. Попробовать открыть в себе и для зрителя еще одну свою грань. Поддержать артиста в личном эксперименте довелось самым близким людям – жене Ольги и дочери Александре Зориным. Им в спектакле выпали те же роли, что и в жизни. Оценить работу этого творческого трио и других артистов драматического театра зрители смогут 4 марта. На этот день запланирована премьера.